Продолжаем гулять по Икеа и смотреть детские товары. Что-то попадает в распродажу, что-то не попадает. К примеру, вот эта книга. Видите, какая была цена, какая она стала. Кстати, можно же тут её даже подстать, наверное. Ничего в этом дома не будет страшного. Красочная она. Красочная. Картинки есть, значит, надо брать. Книга о дружбе, приключениях и, наверное, немного о любви. Игрушки для песочницы, кстати, тоже не так давно появились в Икеа. Их не было вообще, в принципе. А теперь есть. Лопаткам. Сейчас очень много детей, поэтому каждый магазин пытается врывать свою часть, свою аудиторию. И выпускает товары для детей, чтобы покупали именно у них. То есть, вот раньше даже тот же Метро, да, если просто сравнивать. У них с детьми вообще нельзя было. Там у них отдельная игровая была. Потом постепенно стало можно с детьми. И потом они потихоньку начали вводить детские товары. И сейчас у них огромный ассортимент для детей. Как и еды, так и игрушек, и одежды, и всего-всего. Также и Икеа, она всё старается охватить побольше. Именно вот такие вот штучки, да. Вроде мелочь. А если вот кто уважает, любит Икеа, пойдёт уже и покупать именно в Икеа. Вот целые наборы. Они есть, наверное, уже в каждом магазине. Даже сетевые, те же, которые торгуют продуктами. Монетка, пятёрочка. И они там пытаются торговать, чтобы у них покупали. Так, цены вроде успеваю показывать. Между полтавной... Смотрите, в общем, лучше видео не слушайте. Так, этот мы островочек посмотрели. Про хранение, по-моему, я как-то снимала отдельно. Так что... Так что... Так что пойдёмте-ка посмотрим, наверное, мягкие игрушки. Для детей нам попадается тарелка и миска 300 рублей на резиновой подставке. Это, видимо, чтобы супчик удобнее было кушать. Но, видите, неровно стоит. Ложки-вилки, кстати, тоже участвуют в распродаже. Ванночка. Супер-мега удобная. Тем, что она тут прорезинена. Основа у неё прорезинена. Она очень лёгкая в то же время. Она не считается, не бултыхается. В общем, пользоваться ей одно удовольствие. И в порядок приводить её тоже легко, несмотря на то, что белый цвет. Здесь, кстати, она такая шершайенькая, как бы, а здесь гладкая. Вообще, ванная очень нам нравилась и нравится. 500 рублей. Вот и игрушки. Ой, я смотрю, там что-то жёлтое. Так всё-таки основная мысль уловить товары по распродаже, поэтому не стоит опускать такой момент. Детский коврик 999. Синий. Что-то типа цвет настроения синий. Да тут синий. Ну ладно, вам виднее. Детский коврик. Есть тут синий, есть. Получается он, да, размеры 118 на 118. В открытом виде-то нету, чтобы его пощупать. Будем считать, значит, что это он. Ну, кстати, если это он, то вполне себе классный вариант. 1000 рублей. Вот, при нём даже написано. Зеркала выбирать перед тем, как стирку, что-то типа такого. Но хотя это мягкие зеркала. Это совсем для малышек. Это вот эти вот. Хотя, конечно, знаете, специфические у кей-игрушки, мне кажется, ребёнку, который только-только начинает познавать мир, возможно, не стоит такие мордочки показывать, чтобы не напугать. Мобили, конечно, тоже в Икеа специфические. Но они есть. Тоже как бы паук. Ну, в общем, это как-то всё так. В общем, пойдёмте отсюда. Мягкие игрушки и Икеа. Это вообще... Это ещё нормальные игрушки. Как-то у них была акция, что они делали игрушки по рисункам детей. Вот это, конечно, был взрыв мозга. Какая-то кукла перчаточная. Робот. Вообще, 600 рублей. В принципе, они в среднем-то такие же цены, как и везде. Но мягкие игрушки. Не дорого, не дёшево. Совушка 349, 349. А, ну вот они. На руку одеваешь и играешь. Вот почему называется перчаточная. Для кошась. Так, это что? Кто? Тут ещё и в отделе подушек много. 79, вот эти сердечки, они, да, внешние, да, эти вот с руками, они не меняются, они присутствуют всегда. И стоит подушка до 400 рублей. Красное сердце. 89 мишка. Просто лучшая цена. Крыски были ещё. Крыски, мышки. Это что за зверь? С рюкзаком и очками. Белые. 99. 179. 400 рублей. Это вот это. Но он, конечно, мягкий. Бе. Слон. Ёжик. Слушайте, по-моему, такой фикс-прафик. С 3 лет назад за 36 рублей продавалась когда-то. Кто? Отели. Обезьянка за 179. Цены видны, игрушки видны. 400 рублей от одного года. Дракула. Так. Панды у нас есть. Поросятки, свинятки 500 рублей, мягкая игрушка, поросёнок розовый. О, какая большая панда. Кто это? Всё тоже по 500, да, идут. 300. Это мячики, мячи. Огромная панда, ты бесценна. Ну, плюс то, что они мягкие. Акулы. Это все мягкие игрушки, мягкие. Я прямо сейчас открыла что-то сверхъестественное. Цены не все понятны тут. 600 рублей. Тысяча, вот, тысяча... Ммм, собака. Кстати, это собака, а не волк. А я её волком назвала. Знаток, блин. Тысяча, это у нас кто? Собака, золотистый, рецивер. Это вот это вот. Миша такой, как подушка, как мешок. Ага, они там, видимо, дальше идут. Так, так, так. 1300 тигр. 800, арангутан. Где ты арангутанка, чтобы тебя поближе показать? По-моему, там в самом начале, да, он не был? Вот они. Ну, это ещё сносно. Акула. Распродажа у нас акулы. Тысяча рублей. Слон 1300. Вот эти Миши. Тоже 1300. Это носорог 1300. Носорог. 1800. Бурый медведь. Вот они, какие мягкие игрушки. Магазин и Икеи. Окна вверху. Так, ещё один отдел хочу уловить. Но, видимо, это будет всё-таки в следующем видео. Чтобы не торопиться. Как, по-вашему мнению, эти игрушки заслуживают внимания? Или всё-таки это не самая сильная сторона этого магазина? Игрушки у них специфические какие-то. Не слишком близки нашему пониманию. Как вы думаете? Напишите, пожалуйста. Я вас прошу. Не молчите. И вообще, прошу вас. Давайте поактивнее. Вам же нравится смотреть обзоры Икеи. Мне очень нравится, когда идёт обратная связь. Так, когда видишь прям много комментариев. Много поддержки. Хочется поподробнее снимать. Не знаю даже, что мне здесь нравится. Разве что вот эти вот панды, которые у нас уже есть. Они очень мягкие. Ну и сердечко. Сердечко вообще у них как-то символизирует сердце Икеи. У них даже, по-моему, одно время на эмблеме вот такие вот. Было вот это вот сердце с руками. Всё. Точно. Заканчиваем. Спасибо за ваше внимание. Желаю вам отличного настроения и прекрасного дня. Ещё обязательно увидимся. И пока-пока.